Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне никак не поборылся один комплекс. Ну, комплекс поборовать не нужно. Потому что в основе комплекса лежат вполне здоровые чувства, просто они находятся в несколько деструктивном противоречии. Стоит столько поднять эту тему на глазах слёзы и ком в горле, и ещё именно в груди. Ну, я полагаю, что здесь в том числе речь идёт и про обиды. Вот. То есть, о чувствах, не связанных напрямую с тем, о чём вы говорите, но не менее важных. Я всегда мечтал красиво петь, в принципе, умею и пою в приложениях, но занятия пока позволить себе не могу. Здесь, наверное, нужно сразу определиться со следующим. Вы поёте для чего? Вот. Вы поёте чтобы что? Потому что вам нравится петь, например, это одно. если именно нравится петь, и вы делаете это, ну вот, просто потому что вам это нравится, и вы, ну, не можете, грубо говоря, не можете по-другому, да, не можете не петь. Вот. Например. Это один момент, который хотелось бы мне раскрыть. Вот. И другое дело, если вы поёте просто чтобы что-то компенсировать, да. То есть, если вы поёте для того, чтобы, ну, к примеру, что-то получить для себя. Вот. Это совсем разные истории. Вот. Истории это между собой не связаны. Вот. Хотя для вас, может быть, это и не так. То есть, я допускаю, что для вас ситуация может быть, ну, немножко другой. Вполне. Допускаю. Вот. Тем не менее, это разные вещи. Тем не менее, это разные вещи. И если на когнитивном уровне вы это смешиваете, то само собой возникают проблемы. Потому что то, о чём вы говорите, суть творчества. Вот. А творчество путь, в общем, нелёгкий. Вот. И если человек занимается творчеством, ну, вот, в том числе, например, спробуем что-то получить для себя. Например. Вот. То у него будут проблемы. Потому что, ну, может же не получиться. Вот. Потому что, ну, может, могут же быть проблемы. Вот. Вот. Это нужно понимать. Это нужно учитывать. Вот. И, соответственно, соответственно, различать эти моменты. Необходимо различать эти моменты. Если вы делаете, вот, ну, то, что делаете ради одного. И если вы делаете то, что делаете ради другого. Вот. Вот. На мой взгляд, вот, скажем так, смешивание одного с другим является одним из проблематик, которые вам довольно сильно мешал жить в этом смысле, вот. Потому что, занимаясь, ну, занимаясь творчеством, да, занимаясь какими-то вещами, вот, вы, в общем-то, вкладываете как бы в это, да, совсем другое. Вот. Вы в это вкладываете, совсем другое, не то, не то. Вообще, вообще не то, что, ну, можно, нужно, да, вкладывать в творческий процесс. И, соответственно, конечно же, конечно же, вы расстраиваетесь. То есть, это вот, ну, вполне нормальное явление. Вот, вполне нормальная такая история, вот, в смысле того, что в одно действие, в одно занятие вкладывается что-то, вкладывается стоп, вообще к этому не относящихся, вот, к сожалению, да. И, само собой, что вам это, ну, тяжело перенеслить. Вот. Ну, было бы, на мой взгляд, странно, если бы, если бы, было по-другому, как-то, вот. Поэтому, тут, вот, такой аспект, на который, на мой взгляд, нужно обратить ваше внимание. Внимание. Вот. Дальше. Значит, в дуэты ко мне никто не приходит, видимо, не нравится. Ну, не приходит, не обязательно, потому что, ооо, потому что не нравится. Причины могут быть разные. Есть женщины, которые потрясающе поют, имя восхищаются, тембра красивая, такая обида и боль внутри сидит, аж плакать хочется как раз, чем в груди. Ну, совершенно очевидно, что здесь вы себя сравниваете. Совершенно очевидно, что здесь вы себя сравниваете. Вот. Совершенно очевидно, что здесь вы себя сравниваете, и совершенно очевидно, что вы используете, как бы, пение, в данном случае, вот, вы используете, как бы, ну, творчество для того, чтобы что-то доказать. Вот. Другой вопрос, насколько это, ну, скажем так, адекватно, да, насколько это отвечает вообще вот вашим задачам и целам. Вот, потому что, ну, что-то доказывать кому-то, конечно, может, вот, но куда это вас приведет, к чему вас это приведет, да? То есть вот этот момент очень важный, важно увидеть, что вы, важно увидеть какую проблему, да, вы решаете здесь, решаете вы здесь проблему своей, своей ценности, как мне кажется, вот. Вот, что не имеет ничего, ничего общего, на мой взгляд, с творчеством. Вот. Ну, по моему мнению, да, вот, если как-то, если как-то, значит, ну, говорить об этом, понятно, что могу и ошибаться, да, понятно, что можете вы быть со мной не согласны, вот, очень понятно, что у вас, ну, может быть, скажем так, другая позиция по этому вопросу, вот, но пока что это выглядит вот так, как выглядит, вот, то есть пока, пока это выглядит вот таким, таким образом, судя по тому, что вы описываете. Вот, дальше, дальше идём, вы пишете и понимаете, что по природе я петь по-другому не буду, то здесь вы требуете себя быть лучше всех, периодически всё бросаю и перестаю петь, что тоже говорит о том, что, в общем-то, вы действуете в других целях, вот, то есть вы поёте не потому, что вам нравится петь, а вы поёте по другим, ну, причинам, вот. Вопрос остаётся, конечно, в том, для чего вы поёте, да, и вопрос остаётся, значит, ну, вопрос остаётся в том, значит, чего вы хотите достичь через пение, вот, потому что сейчас, судя по вашему тексту, вот, я бы сказал, что это несколько не определено, вот, то есть несколько не определено то, зачем я пою, для чего я пою, вот. А это очень важно, потому что необходимы цели, необходимо понимать, как бы, ну, чего вам хочется, да, необходимо понимать, куда вы идёте, вот, необходимо понимать, к чему вы идёте и так далее. Это всё очень важно. Если этого нет, то вот у нас, в принципе, и возникают проблемы, и проблемы, как мне думается, довольно-таки, такие, ну, довольно-таки серьёзные проблемы. Вот. Понимаете, да, о чём идёт речь? Дальше. Идём дальше. Идём дальше. Идём дальше. Потом, потом опять тянет что-то, записывая практически с кожей лезвый лун, чтобы было достойно, что ли. Ну, давайте мы здесь с вами тоже немножечко поиследуем. Если вы говорите, что вас опять тянут, да, вот именно, что вас тянут, то возникает вопрос, на что вас тянут? Вот. Куда вас тянут? То есть это вот очень такой важный момент, на который, на мой взгляд, нужно обратить внимание, вам, вам нужно обратить на это внимание. вот. Потому что, значит, что-то происходит, что-то происходит, вы как-будто бы, ну, не знаю, не знаете, вы как-будто бы не понимаете, что именно происходит. Ну, а что-то происходит. Вот. И осведомлённость, здесь, по этому вопросу, она крайне важна. Вот. Тянут куда? Тянут куда? Тянут на что? Вот. Чего хочется вам в этот момент, когда вас тянут, тянут. Это всё очень важно. Вот. Важно для, ну, для понимания той, вот, психологической реальности, да, в которой вы живёте. Вот. В этом не было чем-то таким вот непонятно. Дальше. Чтоб было достойно. То есть, вы поёте ради оценки. Вы поёте ради оценки. А вы поёте ради одобрения. Ну, по сути. Вот. Вам хочется одобрения. И ради этого вы поёте. Одобрения кого и как у вас вот получилось так, что вы хотите одобрения, да? Выходит, что отдачи нет. Какая-то внутренняя потребность есть в признании, что ли, чтоб наконец-то кто-то увидел мои старания и восхитился. Здесь мы видим, во-первых, обесценивающую тенденцию себя, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, в принципе, здравую потребность в признании. Эта здравая потребность, она адекватная. Она осуществлена всем людям. Но почему только пение? Потому что вероятно, вы считаете, что это то, что у вас лучше всего получается. Может быть, может быть, вы действительно хорошо поёте. Но дело в том, что с учётом всего вышесказанного и с учётом того, что признание вам хочется по-любому, а сможете ли вы добиться пением чего-либо или нет, вы довольно деструктивно к себе относитесь тем, что вы сводите всю свою ценность к пению, вот, и к одобрению этого самого пения. Дальше. Так обидно, ты стараешься и учишь песню, перезаписываешь несколько раз, а то это всё равно никто не приходит, доброго слова не напишет. А смотрите, здесь история про что? Про то, что пение для нас есть средство. Средство для того, чтобы получить одобрение. Вот. Правда в том, что одобрение можно получить разными способами. Это первое. Второе. Это то, что, на мой взгляд, пением вы о себе заявляете. Вот. Но есть, опять же, другие способы это делать. А что касается того, что вам нужна поддержка, то об этом, в принципе, можно и нужно просить, просить. То есть просить поддержку у адекватных людей, правильных людей, да? которые к вам, ну, хорошо, хорошо относятся. Но, при этом, при том, что, вот, ну, вы просите поддержку. А нужно ее еще и принимать. Если вы не умеете, если вам сложно принимать поддержку, то будут проблемы. Обиднее всего от моего мужчины. Он со мной записывает дуэт, но я чувствую, что ему не настолько нравится мой голос. Хотя вроде говорит, что любит мои песни. Здесь вы проецируете и обесцениваете себя, но вы приписываете это мужчине. И совершенно очевидно, что вы как-то связываете то, что ему нравится ваш голос с вашими отношениями. При этом я видел, как раньше он другой женщине в том приложении писал, какой у нее шикарный голос, как она барменчики поет и как у нее глаза сочетаются. Да, это может быть. Это нормально. Но к вам это отношение не имеет. То есть, видите, вы смешиваете голос и ваши ценности. Вот это вот нужно разводить в первую очередь. То есть это основное направление работы. Мне так никогда не писали. И когда я это прочитала, хотя это было год назад, я прорывала полночи. Ну, во-первых, здесь интересный момент, как вы это прочитали. Не нарушаете ли вы личный границ своего мужчины? Не контролируете ли вы его? Это первое. Второе. Это то, что да, действительно вам хочется одобрения, но повторюсь, повторюсь, что как бы, можно другими способами его получать. В первую очередь, принимая и наполняясь тем, что вам дают люди. Хотя мне 35 лет. Ну, это от возраста не зависит. С мыслями, на почему он меня вроде любит, но я таких слов от него никогда не получал, мне тоже хочется поддержки восхищения. Смотрите, по поводу восхищения, это скорее всего связано с тем, что вы не наполняетесь тем, как относятся к вам люди. Вот. То есть обесцениваете это внутренне. А по поводу поддержки, интересный момент в том, что если человеку нужна поддержка, то он на себя очень много берет, очень много взваливает. Вот. То есть ему тяжело. Нужно увидеть, чем вам нужна поддержка. И не требуете ли вы от себя слишком многого. Например. Я ему об этом говорил. Сказал, что зря я так думаю, что любит у меня голос, а в той женщине просто такая манера общения была в ответ, так как она сама там так пишет к песням. Но я до сих пор не могу. Но до сих пор мне это не отпустить. Ну, не прожило. Не прожило какое-то было. Хочется петь как она, но ведь этого никогда не будет. Мечта так останется мечтой. А что это за мечта? Это ведь мечта не донести через песни, через песни какой-то месседж людям. Эта мечта не в том, чтобы люди слышали ваш голос, как можно больше количества людей. Нет. Эта мечта именно другая. Что это за мечта? Подумайте. Родители жили, когда мне три года было. Отец отца не помню, сейчас я не принимал совсем. Ну, я бы сказал, что здесь может быть акцент на мужчинах. Помню много в детстве по ночам плакал отец, особенно если обижали и хотелось защиты. А от чего вы плакали? То есть вы уже тогда чувствовали себя неполноценны, из-за того, что у вас нет отца. Вследствие этого вам хотелось защиты. И вследствие этого вас вероятно и обижали. Потому что вы транслировали людям, что вы неполноценны. Почему-то так думал, что если был папа, то тоже меня заступился. Это идеализация, не факт, что папа заступился бы. Более того, более того, далеко не всегда родителям нужно выступать, потому что детям нужно самим решать свои проблемы. Мама где-то в мои лет десять нашла себе мужчину. Большую часть времени проводила у него в квартире. До сих пор так. Ну, то есть вы, по сути, получается, дистанцированы от родителей. А бабочка, с которой мы росли, она была депривирована от вас. И вам будет хочется близости с людьми, чтобы вас заметили. При этом данная потребность, хоть и является естественной, у вас она более выражена, более выражена. Именно, на мой взгляд, по той причине, что вы себя обесцениваете сильно достаточно. Вообще не помню, чтобы со мной кто-то из родных играл. Ну, вот я бы сказал, что здесь чувствуется обиду. У вас получается довольно много обид. Ну, вообще, довольно много обид просто. И вам их нужно прожить. То есть вербализовать, то есть выразить и получить обратную связь. В этом, кстати, тоже поможет психолог. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания! Продолжение следует...